Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Я бы предпочел и дальше читать такие новости. Популярный крипто-ютубер Бен Армстронг арестован, но, к сожалению, это было неделю назад. А сегодня мы живем в мире, который наполнен трагическими событиями, и многие задаются вопросом, как они повлияют на рынке. И есть несколько вещей, о которых я могу сказать с уверенностью. И сегодня я хочу поговорить с тобой о них. Если ты найдешь в этом видео что-то интересное или полезное, не забудь поддержать его лайком. Это очень помогает каналу и мне находить мотивацию для того, чтобы продолжать работу. И начнем с криптовалютной биржи FTX, которая в свое время громко обанкротилась. Сэм Бэнкман Фрид и Кэролайн Эллисон вступили в сговор с целью удержать цену биткоина ниже 20 тысяч долларов. Они сговорились каждый раз, когда цена биткоина поднималась выше 20 тысяч долларов, продавать его. А продавали они биткоины клиентов биржи. Таких же клиентов, как я и ты. Я вижу бесконечное количество комментариев о том, что если бы этого не произошло, биткоин уже давно стоил бы 100 тысяч долларов. Что ж, это произошло. Суть в том, что ты не можешь предсказать будущее, потому что по пути случаются вещи, которые никто не ждет. Факт заключается в том, что в 2022 году тренд был нисходящим. И это было ясно как день. Если мы будем полагаться только на свои эмоции, это неизменно приведет нас к ошибкам. Мы подадимся на манипуляции крупных игроков, которые раздувают бычьи истории и новости в социальных сетях, если хотят продать. Или наоборот убедительно разносят панические вести, когда хотят купить. Именно поэтому большинство розничных трейдеров теряют свои деньги. Технический анализ, объективные инструменты, фундаментальный анализ и бесконечные часы расследований. Это способ пытаться понять, что они делают, а не что говорят. Да, мы не занимаемся техническим анализом. Используем очень мало математики. Очень важно не бояться рисков. У нас, как правило, нет таких вещей, как стоп-лоссы. Я считаю, что это не самые лучшие инструменты для управления рисками. Лучше доверять своим глазам, глядя на график. Видеть, что на самом деле происходит на рынке, а не доверять рыночной пропаганде, которую кто-то распространяет в социальных сетях и традиционных СМИ. Кто-то, это в 99% случаев, крупные игроки. Второй момент, который касается криптовалютной биржи FTX. Эллисон признается, что Сэм давал взятки китайским чиновникам за разморозку счетов компании на биржах Хобби и ОКекс. А также пытался обмануть клиентов биржи FTX в последние дни ее существования. Кроме этого, Сэм пытался натравить регуляторов на Binance, чтобы уничтожить конкурента. Позволь мне прояснить кое-что. Централизованная биржа, такая как FTX, не использует блокчейн для работы. Да, криптовалютная биржа не использует блокчейн. Когда ты хранил деньги на конкретном адресе биржи, они не лежали на твоем кошельке в блокчейне. Если бы это было так и если бы биржа использовала бы эти деньги в своих целях, то тебе незамедлительно бы стало известно об этом. Но централизованная биржа, такая как FTX, как Celsius, как Genesis, как Voyager и так далее, так не работает. Вместо того, чтобы все деньги хранились на блокчейне, они хранят их в какой-то централизованной базе данных, словно какие-нибудь банки. Если мы включим хоть немного критического мышления, на мгновение отстранимся от этих яростных эмоций, в которых пребывают сейчас бывшие клиенты FTX, и зададимся вопросом, а насколько велика разница между тем, что сначала FTX принимает деньги клиентов, а затем проводит с ними неудачные спекуляции на крипторынке, не используя технический анализ, стоп-лоссы и математику. И тем, что с другой стороны, у нас есть обанкротившийся Silicon Bank, который принимал средства клиентов и совершал с ними неудачные спекуляции с государственными облигациями. Где разница? Я ее, например, вообще не вижу. Но сколько же банкиров попало в тюрьму после 2008 года? Карим был единственным банкиром в США, который был приговорен к тюремному заключению за свою роль в финансовом кризисе 2008. И, по-моему, его посадили на два года. А остальные банкиры вместо сроков получили спасение в виде государственного вмешательства и денег. Вот это бедняги, как же им сложно пришлось на рынке. Но сегодня у нас уже есть решение для этого, блокчейн, который абсолютно прозрачен и никто больше не сможет скрыть свои преступления. Как и любой другой банк в мире, FTX имел закрытый код, хранил информацию в секрете, а также шпионил за своими пользователями и подвергал их цензуре. Противоядием являются финансы с открытым кодом, то есть блокчейн. Ты не можешь делать то, что делали FTX и банки в 2008 году на блокчейне, потому что благодаря его прозрачности каждый человек может увидеть, есть ли его деньги там или уже нет. Интересно, что это поняли даже в Хамас, который еще 28 апреля 2023 года объявил о приостановке сбора средств в биткоинах, что он делал в течение многих лет до этого. И это видно на этом графике, посмотри какой обвал объемов. Почему? Потому что прозрачная природа блокчейна заставила западную разведку следить за каждой транзакцией словно ищейки. Отсюда и внезапное падение на графике. Есть причина, по которой отмывание денег через биткоин называют классически глупым преступлением, потому что блокчейн буквально проливает свет на всех участников нелегальной активности. И раз мы уже упомянули Хамас, перейдем к трагическому конфликту на Ближнем Востоке между Израилем и сектором газа. Конфликт расширяется. Так, например, министр иностранных дел Ирана предупредил, что если Израиль не изменит курс, то сопротивление изменит то, как выглядит карта региона. Кроме этого, иранец пригрозил Израилю огромным землетрясением, если он продолжит атаковать сектор газа. Конфликт между Хамасом и Израилем может превратиться в региональную войну, если Иран вступит в войну прямо или не прямо. Кроме этого, сирийские военные, похоже, готовятся к вступлению в конфликт в ответ на бомбардировку Израилем аэропорта Алеппо. Бомбардировка второго по величине аэропорта Сирии произошла вскоре после того, как две ракеты были выпущены из Сирии по северу Израиля. Главная проправительственная СМИ Сирии сообщает об этом как о совершенно не спровоцированной атаке, что предполагает попытку заручиться поддержкой населения для полномасштабной войны с Израилем. Израиль, в свою очередь, оправдывает авиаудар по аэропорту необходимостью, указывая на то, что Сирия разрешает использовать его для снабжения Хамаса военной техникой и снаряжением. Поскольку все больше арабских стран присоединяются к борьбе, риск начала Третьей мировой возрастает в геометрической прогрессии. И даже Рей Далио, известный инвестор-миллиардер, предупреждает, что конфликты Израиль-Хамас и Россия-Украина могут выйти из-под контроля и превратиться в полноценную Третью мировую войну. Многие сейчас спрашивают, когда же закончится столкновение Израиля и Хамаса, ведь когда это произойдет, мы можем увидеть краткосрочный памп на рынке. Что ж, друзья, к сожалению, навряд ли мы увидим это в ближайшее время, в этом направлении даже не предпринимается никаких шагов. Конфликт как таковой насчитывает уже около трех тысяч лет, еще с царя Давида. В 538 году до нашей эры персидский царь предложил вавилонским евреям вернуться в Иудею. Далее мусульмане заняли Иерусалим во время Второго Халифата, а в 1999 году Иерусалим был захвачен западными христианскими войсками в ходе Первого Крестового Похода. Пока в 1187 году его не отвоевали мусульмане под предводительством Саладина. Он созвал евреев и разрешил им поселиться в городе. Затем была Османская эпоха и так далее, и так далее. К сожалению, нынешняя ситуация является гарантией продолжения насилия. Я нашел интереснейшую статью по этому поводу. Ее перевод оставлю у себя в Телеграме, ссылка на него будет в описании. Рекомендую позже прочитать ее полностью. Вот главный ее вывод. Насильственный бунт гарантирован так же, как восход солнца. Итак, я не специалист по внешней политике. Я не еврей, не мусульманин, и я не до конца понимаю всю сложность этого вопроса. Но есть несколько вещей, которые я понимаю, в которых я гарантированно уверен, если так можно выразиться. И первая из этих вещей – это пропаганда. Например, антикриптовалютные политики в США теперь будут использовать это событие для того, чтобы попытаться более жестко ударить по криптоиндустрии. Многие уже начинают вспоминать о том, что криптобиржа Binance была инструментом для отмывания денег Хамаса. Они почему-то не упоминают при этом, что Binance помогла Израилю по просьбе официальных лиц конфисковать кошельки, связанные с активностью Хамас. Еще одна крупнейшая рублевая биржа Garantix использовалась для финансирования как Хамаса, так и группировок типа «Исламского джихада». Биржа была создана в Эстонии в 2019 году, но затем переехала в Россию и теперь управляется из башни Федерации в Москва-Сити. А теперь запомни, факты – это необязательный элемент в пропаганде. Да к черту эти факты, нужно просто повторять нужное сообщение достаточное количество раз, чтобы в него наконец поверили. Райан Селькис пишет, что сенатор США Элизабет Уоррен нагло использует трагедию в Израиле, чтобы свалить на криптовалюту, вину за ее роль в финансировании Хамаса. Но, как мы уже говорили, Хамас перестал использовать криптовалюту в апреле этого года. Ройтерс сообщил, что Хамас заявил, что перестанет получать средства через биткоин, ссылаясь на рост враждебной активности в отношении доноров. Потому что, как я уже говорил, блокчейн на самом деле абсолютно прозрачен. Поэтому, если кто-то сидит в США и отправляет деньги кому-то, кого США считают террористической группой, они не только заморозят счета этой группировки, но и смогут найти человека, который отправил деньги, и посадить его в тюрьму. Это все равно, что вести прямую трансляцию своего преступления на ютубе или в твиче. Поэтому Хамас и отказался от биткоина. Посмотри опять на этот график, о котором мы уже говорили. Резкий обвал объемов как раз таки в мае 2023. Также Райан цитирует, «Хамас смогли предпочесть вернуться к старым традиционным методам или же придумать что-то новое для финансирования вместо биткоина». Я не говорю, что преступники не используют криптовалюты. Безусловно, они используют их. Они также используют интернет, мобильные телефоны, мобильный интернет, персональные компьютеры, сим-карты, мессенджеры и все остальные технологии, которые человек когда-либо придумывал. Разве решение заключается в том, чтобы запретить все эти технологии? Абсолютно для всех? Это же бред. Эти технологии очень полезны для всех законопослушных людей в мире. И без них ни один бизнес сегодня не может работать. Мы должны дать обществу возможность использовать преимущества новых полезных технологий. Но также мы обязаны ловить и преступников. И никогда еще не было лучшего инструмента для раскрытия финансовых преступлений, неправомерных действий, терроризма и воровства, чем блокчейн. Блокчейн смог бы прочесть махинации FTX еще до того, как она обрушилась. Блокчейн может легко отследить финансирование терроризма. Так когда же сенаторы США, которые так хотят побороть криптовалюту, это поймут? Это буквально мой крик, ну поймите уже, какая технология лежит перед вами? И на что она способна? Но факт остается фактом. В ближайшее время их пропаганда будет заключаться в том, что криптовалюты равнозначны финансированию терроризма, а криптобиржи помогают террористам отмывать деньги. Вот что они будут говорить. И я почти гарантирую, что такая попытка будет предпринята в ближайшие несколько недель. Они попытаются воспользоваться этой ужасной человеческой трагедией, чтобы продвинуть свои политические позиции. И если им это удастся, это не будет хорошо для рынка. Краткосрочно мы можем увидеть падение цен. Мы можем увидеть того самого черного лебедя, о котором ходят слухи. Второе опасение, если этот ужасный конфликт каким-то образом обострится и распространится за пределы этого региона. Если его удастся сдержать, то он, скорее всего, больше не повлияет на крипторынок. Давай посмотрим на историю. Если посмотреть на дату вторжения России в Украину, это было 24 февраля 2022 года. Это было вот здесь. Вот здесь. Что же произошло с рынком? Свеча даже закрылась выше в этот день. Многие люди тогда в Украине и Европе испугались и начали искать, где находятся бункеры и бомбоубежища. Я сам неделю ночевал в подвалах каждый раз, когда объявляли воздушную тревогу. А что же биткоин и крипторынок? Да ничего. Вообще ничего. Но, честно говоря, если, не дай бог, эта спираль конфликтов, как предсказывает Рэй Далио, распространится дальше, в таком случае деньги и рынки меня не будут интересовать. Ведь речь будет идти о человеческих страданиях, боль которых я прекрасно понимаю, ведь сам ощутил ее на протяжении последних двух лет. Но, конечно, если это произойдет и будет какой-то эффект для общества, и бизнес ощутит последствия, например, закрытие магазинов или усиление мер безопасности, то, конечно, это может обрушить рынки. Точно так же, как это сделал коронавирус. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. И что эта эскалация просто напросто сойдет на нет. Но проблема в том, что прогнозировать такие вещи очень тяжело. Ведь там, где зажглась искра, в любой момент может вспыхнуть пламя и пожар. И я хочу закончить сегодняшнее видео вот чем. Я жил во многих странах мира. И я точно знаю, что везде есть хорошие, дружелюбные и очень теплые люди. Но так же есть и идиоты. Будем честно говорить. Так же я считаю, криптовалюту и биткоин, которые являются глобальными деньгами в интернете, действительно инклюзивными и равными для всех. Криптовалюта – это одна из областей, где действительно не имеет значения, кто ты и в кого веришь. Живешь ли ты в Москве, Киеве, Иерусалиме, Газе, Вашингтоне или Пекине? Важен только твой мозг. Однажды впервые ты встретил кого-то на Юнисвапе или на Пи-Ту-П рынке, находясь в абсолютно одинаковых условиях. На самом деле, криптовалюта даже более инклюзивна, чем интернет. Ведь тот же Китай многое запретил в интернете, многие приложения. Только мобильная связь имеет такой же уровень инклюзивности, как биткоин. Ты можешь позвонить любому человеку и в Китае. Я уверен, что глобальные технологии будут и дальше стирать различия между нами. Различия, которые мы сами же и придумали. А я и дальше буду объединять этот мир под одним знаменем. Под знаменем биткоин. Меня зовут Богатейший Ди. Береги себя. И увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»